Девушки отдыхают Сегодня мы поговорим о грозе всех полей огородов – хомяках. О том, как защитить свой урожай от этих милашек, расскажет наш эксперт Андрей Маркович Болтушко. Здравствуйте! Здравствуйте! Красноярский район – Чубовский дачный массив. Здесь колония мелких зверьков взяла под контроль все овощные грядки. Нет ни одного участка, где грызуны не отхомячили бы себе доли урожая. К примеру, Сергей Скворцов наблюдал, как за считанные дни исчезались с лица земли сначала грядка капусты, затем свеклы. Когда грызуны под ноль скосили лук и чеснок, хозяин объявил хомякам войну. В природе такого изобилия, как на даче, хомяк не увидит. А раз он оказался на даче, соответственно, он ест все подряд, особенно сочные. Хомяк даже не брезгует тем, что поедает чеснок и лук. Ну, в свою роду тоже защита организма от бактерий. Хомяков делает незаметными для людей хищных птиц ночной образ жизни. Кроме того, они достаточно умны, чтобы предупреждать сородичей об опасных капканах, отравленных приманках и создавать ложные ходы к заброшенным норам. Человек ведет с хомяком бой на участке, в котором сложно выиграть. Выгнать хомяка с его территории сложно, но можно. Главный вопрос – как? Самым губанным способом будет все-таки ультразвуковой излучатель. Все методы борьбы делятся на две группы. Одна направлена на выселение хомяков, другая на их уничтожение. Рассмотрим наиболее простые и эффективные, направленные на изгнание прожорливых грызунов из их овощного рая. Тем более, что применение сильных ядов и капканов чревато негативными последствиями для всей биологической цепочки. Умерший отравленный хомяк может стать добычей хищных птиц, млекопитающих. И, соответственно, животное может съесть его погибных. Если приманка раскладывается, она должна раскладываться в специальных приманочных домиках, чтобы доступ туда имел только хомяк. Вернемся к гуманным вариантам. Угостите маленького гурмана самым вкусным, что у вас есть. Для этого колбасу, сыр, мясные консервы или печеньки положите на дно трехлитровой банки. Чтобы хомяк попался, важно установить емкость под углом к земле. Тогда он по скользкой поверхности не сможет выбраться наружу. Если зверек попался, ни в коем случае не берите его в руки. Они ему тоже придутся по зубам. Может справиться хорошо обученная кошка-крысоловка. Или мелкие породы собак, которые обучены к норной охоте. Хомяк – это агрессивное животное. И собака должна быть очень подготовлена. Тем более человеку самому без подготовки охотиться на хомяковке, конечно, не стоит. Как хомяк, помимо того, что может нанести сильные глубокие рваные раны, как любой грызун, своими резцами, он же еще и является переносчиком более 30 разнообразных болезней, опасных для человека. Кусок арматуры и жестяные банки. Этот дачный мусор способен сделать невыносимой жизнь хомяков под землей. Своего рода первобытный звуковой излучатель. Есть похожий способ – закапывать в землю емкости с будильниками на батарейках, заведенные на разные дневные часы. Действует он также. Тревожит покой и сон хомяков под землей, заставляет их покинуть норы и уйти. Другой способ – газовая атака. Есть специальные дымовые шашки от крыс или кротов, которые можно положить в нору или старый дровник, где любят селиться хомяки. Дым табачных шашек для теплиц также неприятен грызунам. На Руси издревле использовали залу для грызунов. Так как зола содержит щелочь, а грызуны не любят вот этого раздражения, начинают облизывать лапки и со слюной попадают в желудок, то есть вызывая неприятные ощущения. И, естественно, животное просто-напросто начинает покидать эти места. Наш эксперт уверен – сколько способов не применяй, ни один из них не гарантирует стопроцентного результата. Спугнули с одного участка, хомяки ушли на другой. Поэтому Андрей Болтушко советует дачному сообществу объединиться и дать отпор милым пушистикам, используя комплекс всех вышеупомянутых мер. Самые изобретательные способы борьбы с хомяками смотрим в обзоре видеоблогов. Самоделкин канала «Электробанк-С» оборудовал под ловушку старый чемодан. Главное в нем не механизм захлопывания крышки, а приманка в виде вкуснейшей тушенки. На ее запах хомяки пришли сразу же и попались в непосредственной близости человека. Блогер предупредил, что все хомяки были сытно накормлены и отпущены подальше от дачного массива. Василий Петров представляет самодельную ловушку для хомяка. Сделана из ведра, проволоки и кусочков панели МДФ. Остается только предупредить, что средство отлично работает не только против хомяков. Щенки, котята, да и сам хозяин в темноте может легко в нее провалиться. Блогер Анита Ангельс делится видео, в котором взрослый хомяк еле поместился в ловушку из трехлитровой банки. Этого здоровяка размером с кошку добрые люди отвезли далеко в лес. Правда, подписку о невыезде хомяк не давал. В этом видео блогер предупреждает, что с маленьким агрессором может справиться далеко не каждая собака. Это была первая встреча щенка, русского охотничьего спаниеля и дикого хомяка. После стычки грызун отправился набираться сил на дачные грядки. Бывает, что только в период сбора урожая ягоды смородины мы обращаем внимание на то, что наши кустарники заражены болезнями и поражены вредителями. Найти и обезвредить задача сегодняшнего сюжета. Но для этого мне надо отправиться в рейд по дачному массиву. Смородина. Неприхотливый кустарник, который не требует к себе непрестанного внимания весь сезон. Достаточно провести грамотную профилактику от болезней весной и осенью, чтобы не отвлекаться на них в течение лета. Кстати, мы уже рассказывали об этом в прошлых выпусках. Архив программ можно легко найти на нашем сайте. Набрав в поисковике всего два слова – удачные заметки. Но как быть, если болезнь проявилась в самый пик ягодного сезона? Обливать спеющую ягоду яда химикатами не хочется никому. Здравствуйте, соседка. Здравствуй, Марина. У меня на смородине вот такая вот напасть. Подскажите, вам это знакомо? Конечно. Это каждый год проявляется мучнистая роса. Так, и что-то можно с этим сделать? Если профилактически обрабатываем, обычно весной топазом обрабатываем. В этом году почему-то я даже не обрабатывала, но у меня почти не проявлялось. А у сестры была, у нее очень сильно проявилось. С мучнистой росой принято бороться несколько раз за сезон. Важна именно профилактическая обработка весной, еще до распускания почек, и осенью, после сбрасывания листвы. В период созревания урожая дачницы пользуются раствором молочной сыворотки и соды. Этот проверенный дедовский метод хорош тем, что питателен для зеленой массы кустарника, безвреден для человека, да еще лечит от грибка мучнистой росы и тыли. Наливаем литр сыворотки. Доливаем до 10 литров воды. И насыпаем из расчета столовая ложка на 4 литра. Значит, поскольку у нас 10 литров, значит, берем 2,5 столовых ложек. Если обезвредить мучнистую росу при первых же признаках появления, то одного обливания будет достаточно. Если же заболевание захватило весь куст, то полоскать 3-4 раза молочно-содовым раствором с интервалом в неделю. Желательно не допускать, чтобы серыми пятнами грибка покрылись не только листья, но и ягоды. Более мощные фунгициды можно будет применить только после сбора урожая. Она влияет на урожай, по моему мнению, следующего года. То есть сразу ветки начнут укорачивать, лист-то ведь не будет нарастать, он повреждается. Значит, прироста такого полного, как за этот год, не будет. И это скажется, ныне с ним урожай получается нет. Нет, смотря когда начнется. Если она начнется рано, то она на зеленой, допустим, ягоде, то она повлияет и на ягоду. Она же перейдет и на ягоду тоже. Современная наука уже нашла свой способ борьбы с этой напастью. Вывела сорта устойчивые к мучнистой росе и другим недугам. Если мучнистая роса возвращается каждый год, то от чахлого растения проще избавиться, чем постоянно лечить. На участке Любови Шевцовой мне попался один из таких представителей. Представляю сорт дачница. Раннего созревания, очень крупные ягоды и сладкие просто бесконечно. Давайте попробуем. Крепкий иммунитет к мучнистой росе имеют такие сорта, как Илья Муромец, Искушение, Куполинка, Очарование, Селечинская, Титания и Церера. Выгнать хомяков с дачного массива в одиночку не получится. Придется объединяться с соседями и применять комплекс мер борьбы. Один из самых гуманных – ультразвуковой отпугиватель. Мучнистая роса на смородине – одна из самых распространенных болячек. Можно лечить, а можно посадить новый сорт, устойчивый к этой заразе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова